Есть несколько таких основных моментов, которые представители правительства всегда говорят, что средства Международного валютного фонда не идут в бюджет, поэтому когда говорят о развитии экономики или еще о чем-то, то это не так. Они идут на самом деле на поддержание золотовалютных резервов страны. Правильно? Правильно. Теперь дальше, второй момент. Пусть мне расскажут, когда правительство имитирует облигации государственного внутреннего займа и Национальный банк их успешно выкупает, как это происходит. Следующий момент. Если брать этот бюджет, который, вы говорите, что он такой сбалансированный и хороший, 28 миллиардов вам, если по памяти, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, 28 миллиардов вам необходимо на повышение минимальной заработной платы, из которых 20 миллиардов вы собираетесь взять за счет самого повышения этой минимальной заработной платы, а больше 4 миллиардов добавить по отношению к текущему году тех средств, которые должен Национальный банк перечислить как доход от, по-моему, так, больше 4 миллиардов. Нет, не так. Нету там средств, которые должен перечислить Национальный банк. Как это нет? Нету там средств, которые должен перечислить. А, может быть, они в последней редакции все-таки отказались? В 28 миллиардах нету ни копейки средств от Национального банка. Нет, не 23 миллиарда. Николай, к чему вы ведете? Одну секундочку. Значит, вот давайте, как бы, может быть, немножко о другом. Совершенно нету позиции правительства в отношении того, как страна будет дальше жить в применении того, что такое кредит Международного валютного фонда. Это поддержание финансового рынка. У нас, получается, вот по указке Международного валютного фонда, наши финансовые институты, то есть наша, как бы, финансовая отрасль нашей страны, она стоит, как бы, телега впереди лошади. То есть у нас совершенно не развивается промышленность. У нас произошла полная деиндустриализация страны. И фактически это идеология. Если проанализировать все страны, где работал Международный валютный фонд, начиная там с Перу 70-х годов. Кстати, вот такой маленький пример. Мы все знаем, что такое медельинский картель. До 70-х годов, то есть до начала сотрудничества Колумбии с Международным валютным фондом, Медельин это была одна из самых таких лучших и благополучных областей Колумбии, индустриальных. На сегодняшний день она известна всему миру только как производитель наркотиков. И это правда. Мы должны понять... Кстати, что МВФ ее до этого было? Во многом благодаря тому, что позиция МВФ это то, что главное в стране это финансовые рынки. Да, финансовые рынки безусловно важны. Но для страны важно, что страна производит. Как страна защищает свой внутренний рынок. Как страна защищает своего производителя. Да, мы много говорим о всемирной торговой организации, о разных других вещах. Мы совершенно не занимаемся защитой внутреннего рынка. Мы совершенно не занимаемся развитием производства.